Дай почитать. Астрономия заставляет душу смотреть вверх и ведет нас от этого мира к другому. Ирина Познякова и Ирина Катникова составили путеводитель по звездному небу России. Разумеется, это не серьезный научный труд, а скорее водно-познавательно-развлекательно-популярный. Страницы милованные, фотографии прекрасные, много информации, всего на 200 страницах. Составители подчеркивают, что путеводитель имеет небольшой формат, с которым удобно выходить под открытое небо и наблюдать за звездами. Первая глава. История астрономии расскажет о том, с чего начиналось исследование космоса. Различия астрономии и астрологии. Достижения древних цивилизаций. Первый каталог звезд. Зодиака, Сириса и Камень Солнца. Здесь же об открытиях Николая Коперника, Джордана, Бруна, Галилея, Галилея и других, а также о средствах и методах наблюдения. Об угломерных инструментах и оптических телескопах, радиотелескопах, космических телескопах. Вторая глава. Основные сведения о звездном небе. Расскажет о том, какие бывают галактики, планеты, звезды и созвездия. Еще можно узнать, что такое небесный экватор, как вращается небо в различных точках Земли и как выбрать себе телескоп. Инструменты астронома, бинокли и зрительные трубы. Телескопы – рефракторы, телескопы – рефлекторы и зеркально-линзовые телескопы. Глава третья. Это, собственно, и есть наш путеводитель по звездному небу. Используя его, можно без труда отыскать Большую Медведицу, Кассиопею, Персея, Андромеду, Ориона, Влопасса, Деву, Геркулеса и множество других созвездий и звезд. А в последней четвертой главе, совсем небольшой, но информативной, можно увидеть звездное небо в разные времена года – осенью, зимой, весной и летом. А еще есть маленький словарь терминов, который актуализирует наши знания из школьной программы. Что такое звезда, белый карлик, галактика, комета, черная дыра, световой год и многое другое. Дорогие слушатели, впереди все же лето и ясное небо. Без путеводителя по звездному небу России явно не обойтись. До новых встреч! Дай почитать! Дай почитать!